В следующем году в счетной палате Ульяновской области исполняется 20 лет. Первый этап своей деятельности она осуществляла как контрольно-счетная палата Законодательного собрания региона. Чем занимается этот государственный орган сегодня, нам рассказал ее председатель Игорь Игоревич Егоров. На сегодняшний день в счетной палате 28 сотрудников. На нас лежит ответственность за проведение контрольных мероприятий, связанных с использованием как средств областного бюджета, так и областного имущества. В среднем за год мы проводим порядка 25 контрольных мероприятий, иногда чуточку больше, иногда чуточку меньше. И ежегодно стараемся проверять крупнейшие стройки, которые завершены, реализацию государственных программ, реализуемых в нашем регионе, а также проведение крупнейших общественно значимых мероприятий, которые тоже финансировались за счет средств областного бюджета. Разумеется, есть у нас и проверки отдельных юридических лиц наших областных учреждений, государственных предприятий и акционерных обществ, где контрольный пакет принадлежит Ульяновской области. Все это в совокупности позволяет нам держать руку на пульсе основных финансовых потоков, бюджетных потоков внутри региона, выявлять основные типовые финансовые нарушения и совместно с правительством и руководством муниципалитетов проводить профилактическую работу. Сколько дней занимает контрольное мероприятие? Само контрольное мероприятие, как правило, проходит от 30 до 45 дней. И у нас 4 аудиторских направления, которые специализируются на различных направлениях работы. Одно из них, например, отвечает за межбюджетные трансферты из управления областным имуществом. Другое аудиторское направление сосредоточено на проверке социальной сферы. А третье проверяет такие отрасли, как сельское и лесное хозяйство, транспорт, строительство и ремонт дорог, капитальное строительство. Кроме финансистов в составе счетной палаты работают и профессионалы-сметчики, которые могут оценивать объем реально выполненных строительных и ремонтных работ. Как вы проводите проверки в муниципальных образованиях? По нашим законам в каждом муниципалитете есть свой контрольный счетный орган, который замыкается на депутатский корпус. Ведь что такое орган внешнего финансового контроля, которым является счетная палата? Это орган, прежде всего, парламентского контроля. Но при этом, по законам, и наша счетная областная палата, и районные, и городские контрольно-счетные палаты сами формируют свой план работы, при этом принимая во внимание наказы и правоохранительных органов, и, разумеется, депутатского корпуса. Но ответственность за разработку плана всегда лежит на самом контрольно-счетном органе. У нас контрольно-счетные органы в Ульяновской области созданы и работают во всех, без исключения, в муниципальных районах и городских округах. Общая численность контролеров не так уж и велика. По областях менее 60. Но это все хорошо подобранные люди, и, как правило, имеющие большой опыт и финансовой, и ревизорской работы. Люди принципиальные по характеру и настроенные на достижение конкретных результатов. У нас создан механизм, при котором фактически происходит коллегиальное обсуждение всех кандидатов на должности муниципальных контрольно-счетных органов. Это позволяет нам не допускать попадания туда случайных людей. В совокупность, таким образом, всего работает порядка 80 человек в системе внешнего финансового контроля. Но если нам удается за год проверять около 4 миллиардов рублей, то получается, что мы сегодня закрываем не более чем 10% всех расходов бюджета своими проверками. А это значит, что нам нужно тесно взаимодействовать и с органами внутреннего финансового контроля, как областного, так и федерального. Только совместная работа, слаженная работа всех органов государственного финансового контроля, как внешнего, так и внутреннего, позволяет перекрыть возможности для выраства бюджетных денег. Во время проверок выявляется много нарушений? Измеряется сотнями в год. При этом, когда мы говорим о финансовом нарушении, нужно все-таки еще раз хотел бы это подчеркнуть, понимать, что это не обязательно означает, что деньги сворованы. Стырено, как говорят в народе, очень часто это нарушение бюджетных процедур. То есть процедурное нарушение, например, невыполнение процедуры по датам, неполное оформление документов, тоже является финансовым нарушением. Почти под 30 статей административного кодекса, по которым сегодня работники системы внешнего финансового контроля могут составлять протокол об административном правонарушении. И далеко не все из этих случаев связаны именно с хищением денег или с нанесением прямого ущерба государству. Но есть, конечно, и случаи того, что мы называем по старым русским словам воровство. Такие случаи встречаются нечасто, но тем не менее бывают. И одна из недавних наших проверок, как раз связанная с проверкой Такие случаи пусть единичны, но зато все-таки регулярны. Понятно, та большая профилактическая работа, которая ведется, мониторинг финансовой ситуации позволяет эти случаи, скажем так, свести к минимуму. Но они остаются. В прошлом году, как и во все предыдущие годы, были случаи возбуждения уголовных дел по результату нашей проверки. В прошлом году, например, это дело связанное с расходованием субсидий некоммерческой организации «Спортивное общество урожай» на территории Ульяновской области. Да, сумма небольшая, порядка двух миллионов рублей. Но, тем не менее, государству, на наш взгляд, был нанесен ущерб. Идет открыто уголовное дело, прошли суды. Игорь Игоревич, уже известны итоги работы счетной палаты за прошлый год. Сколько денежных средств удалось вернуть в бюджет? Если суммировать, то по результатам наших проверок, как бюджет, так и государственным структурам, включая наше государственное акционерное общество, возвращено только деньгами, более 70 миллионов рублей. Если брать не только деньги, но и работы, то, что, например, недоделали строители в ходе строительных или ремонтных работ, а после нашей проверки недоделанные были таки сделаны, то 54 фирмы и частные предприниматели компенсировали по результатам наших проверок недоделанные или неправильно сделанные в бюджет. То есть, фактически, мы получили возмещение от 54 организаций и частных предпринимателей. Эта цифра, кстати, среднегодовая, обычная их численность так и колеблется между 40 и 60 юридическими лицами. То есть, если сравнить с прошлым годом, особых изменений нет? Цифры в целом схожи, мы можем говорить о долгосночных таких тенденциях. Здесь надо правильно понимать, что происходит изменение в самой системе внешнего финансового контроля. Уже два года, начиная с начала 2015-го, вся страна действует по-единому. Я имею в виду все контрольные счетные органы страны действуют в рамках единого классификатора финансовых нарушений. То есть, в нем теперь впервые за долгие-долгие годы четко прописано, какое нарушение должно считаться как суммовое, то есть, то, что нарушено, считается как суммовое нарушение, как сумма, а что остается нарушением, но при этом сумма не попадает в финансовый отчет. То есть, выявлен сам факт нарушения, но оно не предъявляется суммой, то есть, является не суммовым, иначе говоря. Но, конечно, для отчетов и на слух мы называем ту цифру, которая у нас есть, финансовые нарушения. При этом уже последние несколько лет такое понятие, как неэффективные расходы, не относят к сумме финансовых нарушений. К сожалению, за неэффективные расходы бюджетных средств по-прежнему нет никакого предусмотренного в законодательстве наказания в нашей стране. С чем это связано? Трудно определить. Само понятие неэффективки остается достаточно юридически спорным. Пока нет четких юридических определений, какие затраты. являются неэффективными, должны выражаться суммы, эти споры будут продолжаться. Мы купили, например, маммограф для больниц. Он не работает. Одна палата определяет всю сумму неэффективки, как стоимость маммографа, как в том случае, если он не работает 3 месяца. В другом случае, другая палата, если он не работает более 6, а в третьей палате могут его посчитать только тогда, когда пройдет год с лишним. То есть нужны единые вот такие нормативы. То есть та работа, которая идет по... и большая, которая сегодня идет по унификации подходов в системе финконтроля, она продолжается. А есть такая работа, которая остается как бы за кадром? В последнее время проводится большая работа, чтобы навести порядок при закупке питания для больниц, услуг питания. При закупке услуг стирки белья для наших больниц и социальных учреждений. и до иных социальных учреждений. Жесткий контроль за установлением начальной максимальной цены контракта на приобретаемое лекарство. Вся эта работа ведется и органами внутреннего финансового контроля, с привлечением нас как экспертов, и мы стараемся максимально помогать своими знаниями, своими технологиями, для того, чтобы уже на стадии начальной максимальной цены контракта государство не теряло. Часто можно слышать, что если будет аукцион, цена все равно обязательно снизится. Да вот, к сожалению, не всегда. И поэтому тема правильной, корректной, начальной максимальной цены контракта остается очень важной. Если она справедлива, если она соответствует рыночной, то мы уже можем твердо говорить, что никаких излишних потерь бюджетных денег не будет. Какие отрасли в прошлом году, в кавычках, отличились? Вы знаете, нет отраслей, про которые можно было бы сегодня сказать, что там царит абсолютно идеальный порядок. По традиции много всегда проблем при проверке объектов здравоохранения, но это надо учить, что и деньги там достаточно большие. При этом все это еще накладывается на многоканальное финансирование. То есть в финансовом плане, ведь через любое учреждение здравоохранения денег проходит гораздо больше, чем, например, через школу, библиотеку или музей. Очень внимательной такой важнейшей сферой для нас является строительство ремонта автомобильных дорог, строительство новых зданий, которые рассчитаны на использование для общественных нужд. То есть это и физкультурные комплексы, это и здания детсадов и многое другое. В ходе этих проверок часто выявляются претензии по отношению к строителям, которые потом в течение двух-трех месяцев мы стараемся, как бы сказать, за короткий период времени, от месяца до трех, мы стараемся исправить все, что было сделано не так, как надо. Если работы не завершены, то они или переделываются, или доделываются, или государственная структура получает денежную компенсацию за невыполненные работы. Здесь порой приходится обсуждать, не часто, скажу честно, но все-таки, приходится рассматривать дела и в суде, поэтому счетная палата располагает и достаточно сильным в профессиональном плане составом юристов. То есть мы и проверяем, мы выявляем, мы контролируем, сопровождаем весь процесс, связанный с возвратом денег в государственную казну. При этом одно из направлений нашей работы, это все-таки аналитическое, и не просто выявление нарушений, но и подготовка аналитических материалов, помощь, скажем так, органам исполнительной власти, как эти нарушения можно не допускать. Что для этого нужно сделать? Субтитры создавал DimaTorzok